Тема сегодняшней лекции – хроническая обструктивная болезнь легких. На лекции будут рассмотрены вопросы, этиология, диагностики, дифференциальной диагностики и принципов лечения хронической обструктивной болезни легких. Хроническая обструктивная болезнь легких – это заболевание, которое можно предупреждать и лечить. Данная патология характеризуется персистирующей обструкцией дыхательных путей, при этом бронхиальная обструкция прогрессирует и ассоциируется с усиленной воспалительной реакцией дыхательных путей и легких на вредные частицы или газы. Обострение заболевания, а также коморбидность вносят вклад в общую тяжесть заболевания. Факторами риска развития хронической обструктивной болезни легких служат две группы факторов – это внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам риска относятся генетическая предрасположенность, прежде всего это дефицит альфа-1 антипепсина, наличие гиперактивности дыхательных путей, нарушение роста легочной ткани, то есть воздействие на плод во время беременности, вредных химических веществ, промышленной пыли, а также низкий вес при рождении ребенка, ну и действие внешних факторов окружающей среды в детстве. К внешним факторам относятся курение, промышленный пыль и химические вещества, загрязнение окружающей среды, в том числе бытовое, инфекции, а также социально-экономический статус пациента. Основная роль в развитии хронической обструктивной болезни легких отводится к фактору курения. Несмотря на ведущуюся пропаганду, количество курящих людей в мире постоянно возрастает. И к 2025 году считается, что в мире будет курить более полутора миллиардов человек. Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется прогрессирующим снижением функции легких. Если брать значение объема форсированного выдоха у здорового молодого человека в возрасте 25 лет, то в среднем она составляет 100%. В течение жизни у никогда не курящих пациентов или курящих, которые не предрасположены к развитию хронической обструктивной болезни легких, происходит постепенное снижение объема форсированного выдоха в первую секунду, но оно все равно находится в пределах около 80%. Если мы посмотрим на данный слайд, то зеленый график отражает, как происходит снижение объема форсированного выдоха в первую секунду у регулярно курящих пациентов или пассивных курильщиков. Оно значительно опережает темпы снижения УПВ-1 у никогда не курящих людей. При этом, если пациент бросает курить в возрасте 45 лет, сохраняется снижение объема форсированного выдоха в течение жизни, но оно замедляется относительно у пациентов, которые продолжают курить. И даже если человек бросает курить в возрасте 65 лет, также имеет место замедление темпа снижения объема форсированного выдоха в первую секунду. Традиционно хроническая обструктивная болезнь легких объединяет в себя два понятия. Это инфизема и хронический бронхид. Эмфизема – это структурная перестройка льгочной ткани, которая приводит к уменьшению поверхности альвеолярного газа обмена. Хронический бронхид или наличие кашля с отделением мокроты в течение трех месяцев и более на протяжении двух последовательных лет. У пациентов с хронической обструктивной болезнью легких чаще всего присутствуют оба состояния и достаточно часто бывает сложно клинически разграничить их на ранних стадиях заболевания. Но тем не менее, если в клинике превалирует клиника хронического бронхида, то это бронхитический тип хронической обструктивной болезни легких. Если превалирует клиника инфизема легких, это инфизематурный тип хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, надо отметить, что хроническая обструктивная болезнь лёгких – это воспалительное заболевание, а при этом воспалительный процесс обусловлен выбросом медиаторов воспаления клетками, которые мигрируют в дыхательные пути из кровеносных сосудов. При хронической обструктивной болезни лёгких развивается неаллергическое нейтрофильное воспаление, то есть основными клетками воспаления будут нейтрофильные. За счет этого воспаления формируется бронхиальная обструкция, причем для хронической обструктивной болезни лёгких характерно наличие необратимой обструкции. Кроме трех перечисленных выше патопедилологических проявлений хронической обструктивной болезни лёгких, таких как бронхиальная обструкция, воспаление, структурное изменение лёгочной ткани, здесь также присутствует еще один компонент – это наличие мокоцеллярной диспульции. Эти четыре компонента приводят к ограничению проходимости дыхательных путей, снижению функций лёгких и появлению симптомов хронической обструктивной болезни лёгких. Говоря о постановке диагноза хронической обструктивной болезни лёгких, мы должны помнить о том, что данный диагноз следует за подозрение у любого пациента, если у него отмечаются следующие симптомы. Во-первых, это кашель. При этом кашель может носить эпизодический или ежедневный характер. Нередко кашель имеет место в течение целого дня и также может иметься кашель и поначалу. Следующий симптом – это отделение мокроты. Любой продуктивный кашель должен заставить задуматься врача о наличии хронической обструктивной болезни лёгких. Третий симптом – это одышка, которая постепенно усиливается с течением времени. Одышка становится постоянной, отмечается ежедневно. Кроме того, пациенты могут предъявлять жалобы на затруднённое дыхание, тяжесть, нехватку воздуха или так называемое задыхание. Также характерно усиление одышки при физической нагрузке, ухудшение или усиление проявления одышки при наличии респираторных инфекций. Помимо основных симптомов хронической обструктивной болезни лёгких, мы должны также отметить наличие факторов риска хронической обструктивной болезни лёгких в анализе, в частности наличие курения, а также наличие контакта с пылью или химическими веществами на работе, контакт с дыном от плиты или очага. Разработаны специальные анкеты для пациентов, которые помогут поставить диагноз хронической болезни лёгких предварительно. Эта анкета содержит всего 5 вопросов. При этом, если пациент отвечает «да» на 3 и более вопроса, мы должны думать о том, что диагноз хронической обструктивной болезни лёгких у данного пациента будет вероятен. Объективный осмотр пациента с хронической обструктивной болезнью лёгких не является информативным. Обычно объективные признаки хоба появляются уже после значительного нарушения функций лёгких и могут включать в себя следующие параметры. Это наличие центрального цианоза, бочкообразной грудной клетки с расширенными нижереберями, наличие парадоксального стяжения нижереберных промежутков на обдохе, сужение или исчезновение зоны сердечной тупости при корпусе, увеличение частоты дыхательных движений в покое более 20 минут, дыхание через губы, сложенные трубочкой для облегчения выдоха, участие в акте дыхания вспомогательных мышц, отёки нижних конечностей, изменение пальцев рук в виде барабанных палочек и появление симптома часовых стёкол, опущение печени при пальпации, ослабление дыхательных шумов, наличие сухих свистящих хрипов при спокойном дыхании, редко можно услышать крепитацию, приглушенные тонны сердца из-за наличия инфизема. При этом ещё раз хотелось бы отметить, что для хронической обструктивной болезни лёгких большинство симптомов не специфичны и осмотр редко имеют существенное значение для диагностики данной патологии. Таким образом, при наличии симптомов заболевания, таких как кашель, мокрота и одышка, а также наличии факторов риска, курения, профессиональной вредности, загрязнения окружающей среды, для диагностики хронической обструктивной болезни лёгких необходимо проведение спинометрии. Герметрическими критериями диагностики хронической обструктивной болезни лёгких является прежде всего показатель индекса ТЕКНО. Это отношение объёма форсированного выдоха в первую секунду к объёму форсированной жизненной ёмкости лёгких после ингаляции бронхозилататора. Диагноз ХОБЛ будет подтверждён в том случае, если индекс ТЕКНО будет менее 70%. Тому значение УФВР-1 не играет в роли при постановке диагноза, но используется для определения степени тяжести или стадии хронической обструктивной болезни лёгких. Лёгкая тяжесть – это объём форсированного выдоха составляет 80 и более процентов у должного. Для средне-тяжёвых ХОБЛ характерно колебания уровня объёма форсированного выдоха в первую секунду в пределах от 50 до 80%. Тяжёлая ХОБЛ характеризуется снижением УФВ-1 в пределах от 30 до 50% у должного. И крайне тяжёлая ХОБЛ – снижение объёма форсированного выдоха в первую секунду менее 30%. Дополнительными методами исследования, применяемыми для постановки диагноза хронической обструктивной болезни лёгких, являются рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки с целью исключения других заболеваний дыхательной системы. Кроме того, производится оценка обратимости бронхиальной обструкции с использованием бронходилататоров короткого действия. Анализ газов артериальной крови. Определение уровня альфа-1 антитриксина. Данный показатель определяется у пациентов с ХОБЛ в возрасте младше 50 лет, преимущественно базальная эмфизема и наличие семейного анамнеза эмфизема в возрасте младше 50 лет. Кроме того, исследуется макрота на определение клеток воспаления и проведение доплевых эхокардиографического исследования с целью диагностики лёгочного сердца. Формулировка диагноза хронической обструктивной болезни лёгких включает в себя, во-первых, определение степени тяжести в зависимости от показаний нарушения бронхиальной обструкции ОФВ-1, в выраженности клинических симптомах, которые определяются по двум шкалам. КЭТ – это шкала оценки самочувствия пациента с ХОБЛ и шкала ММРС – оценка степени тяжести одышки самим пациентам. Если по шкале КЭТ пациент набирает 10 и более баллов, а по шкале ММРС – 2 и более баллов, симптомы считаются выраженными. Невыраженные симптомы – это по шкале КЭТ пациент набирает меньше 10 баллов, и по шкале ММРС – менее 2 баллов. Также в диагноз вносится частота обострения. Редкими обострениями считаются обострения от 0 до 1 в предшествующий год. Частыми служат 2 и более обострения в предшествующий год наблюдения. Причем, если в течение предшествующего года было одно обострение, но оно было тяжелое, что привлекло к госпитализации пациента, то это обострение также будет часто. Далее определяется по возможности фенотип хронической обструктивной болезни. В диагноз также выносится осложнение, в частности наличие дыхательной недостаточности, легочной гипертензии и наличие сопутствующих заболеваний. На данном слайде представлен опросник КЭТ, который определяет пациенту оценивать симптомы своего заболевания. Каждый из симптомов степени его выраженности пациент отмечает галочкой. От 0 до 5 баллов пациент оценивает степень выраженности своего симптома. Шкала АДШ и шкала ММРС. Здесь также пациент в зависимости от своих ощущений оценивает степень тяжести АДШ. На данном слайде представлены фото пациентов с основными типами хронической обструктивной болезни легких. Это эмпизоматозные и бронхиотические типы. Дифференциальная диагностика хронической обструктивной болезни легких производится прежде всего с бронхиальной астмой. Для бронхиальной астмы характерное начало в детском или молодом возрасте хроническая обструктивная болезнь легких, как правило, возникает в зрелом или пожилом возрасте. Астма может возникать как у курящих, так и не курящих пациентов. Хроническая обструктивная болезнь легких практически всегда связана с фактором курения. Для бронхиальной астмы прогрессирование симптомов не характерно. Симптомы могут варьировать с течением времени, но при этом не отмечается прогрессирующего ухудшения функции легких. Для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких характерно медленное прогрессирование симптоматики. Основными клетками воспаления при бронхиальной астме являются пиазинофилы, при хронической обструктивной болезни легких нейтрофилы. Оценка обратимости бронхиальной обструкции. Для бронхиальной астмы характерна обратимость бронхиальной обструкции, что характеризуется увеличением показателя ОФВ-1 после проведения пробоза с бронхидилататором на 12 и более процентов. Для хронической обструктивной болезни легких обструкция будет необратима. То есть показатель ОФВ-1 после проведения пробоза с бронхидилататором, его прирост будет менее 12 процентов и индекс технол будет составлять менее 70 процентов от нормы, опять же после проведения пробоза с бронхидилататором. Говоря о лечении хронической обструктивной болезни легких, нужно выделить две группы мероприятий. Это медикаментозное лечение и медикаментозная терапия. На сегодняшний день лечение хронической обструктивной болезни легких базируется на основе национальных клинических рекомендаций по лечению хронической обструктивной болезни легких. Говоря о немедикаментозных методах лечения, мы должны отметить, что прежде всего это отказ от курения. Именно отказ от курения уменьшает летальность пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Далее это обязательное обучение техники ингаляции и основам самоконтроля. Плохая методика ингаляции связана с уменьшением недоставки лекарственного средства в дыхательные пути. При обучении пациентов техники ингаляции и выполнении правил ингаляции возможно улучшение контроля над заболеванием у 80% больных. Кроме того, медикаментозное лечение хронической отструктивной болезни предполагает обязательную вакцинацию от гриппа и пневмофоковой инфекции. В частности, вакцинация от гриппа снижает частоту развития пневмонии в среднем на 53%, госпитализации на 50% и летальности на 68%. Следующий медикаментозный этап лечения это побуждение физической активности. Побуждение физической активности позволяет повышать переносимость физических нагрузок, уменьшать ощущение нехватки воздуха, уменьшать риск тревожности и депрессии, связанных с хронической отструктивной болезнью в ледких. При этом надо отметить, что данные улучшения отличаются не только в период тренировок, но и в последствиях. Кроме того, снижается риск обострений и риск летальных исходов. Следующий этап медикаментозного лечения это лечение сопутствующих заболеваний. Именно сопутствующие заболевания у пациентов с хобок обуславливают их высокую летальность. Постоянная кислородотерапия также необходима пациентам с хронической отструктивной болезнью в ледких. Она показана пациентам, у которых сатурация кислорода составляет 88% от должного и минимума. При хронической дыхательной недостаточности постоянная кислородотерапия на протяжении более 15 часов в сутки способствует увеличению выживаемости данных пациентов и в частности увеличивает продолжительность жизни до 8 лет. Медикаментозная терапия хронической отструктивной болезни лёгких предполагает назначение бронходилататора. С точки зрения национальных экспертов, бронходилататоры являются основными препаратами лечения хронической отструктивной болезни лёгких. При этом используются короткодействующие препараты по потребности в цели облегчения симптомов, а также длительно действующие бронходилататоры, которые являются базисной терапией и применяются либо в виде монотерапии, либо в виде комбинации. Перед началом медикаментозной терапии мы должны оценить у пациента симптомы с использованием двух шкал. Если у пациента лёгкие симптомы, то в плане терапии им рекомендуется назначение одного бронходилататора. Либо это длительно действующие антихолинергические препараты, либо длительно действующие бета-2 агонисты. Бронходилататоры снижают лёгочную гиперинфляцию, то есть приводят к увеличению лёгочных обменов, что способствует уменьшению хронических проявлений хронической отструктивной болезни лёгких и увеличению физической выносливости пациента с хронической отструктивной болезнью лёгких. Именно бронходилататоры обеспечивают стабилизацию дыхательных путей, при этом максимальная бронходилатация может наблюдаться в течение 24 часов. Что способствует снижению количества обострений? Наиболее часто используются в качестве монотерапии хронической отструктивной болезни лёгких длительно действующие антихолинергические препараты. При этом выбор между классами бронходилататоров зависит только от их доступности, эффективности и переносимости у каждого конкретного пациента. Вторым этапом лечения хронической отструктивной болезни лёгких является комбинация бронходилататоров. Это одновременное назначение длительно действующих антихолинергических препаратов и длительно действующих β2 агонистов. Они назначаются в том случае, если при первичном обращении у пациентов по шкале ММРС степень выраженности одышкой определяется как 2 и более балла и по шкале КЭТ степень выраженности симптом определяется как 10 и более балла. Кроме того, двойная бронходилатическая терапия может быть назначена пациентам, которые находились на терапии одной из бронходилататоров, но при этом сохранялись симптомы, имелись повторные обострения. Двойная бронходилатирующая терапия позволяет нам достигать максимальную бронходилатацию, так как мы воздействуем на два различных механизма регуляции тонуса бронхов. Третьим этапом терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью является комбинация инфляционных глюкокортикостероидов с зрительно действующими β2 агонистами. Эта терапия показана пациентам, которые получают терапию одним бронходилататором, но при этом имеется обострение или у пациента исходное имеется сочетание хронической обструктивной болезни лёгких с бронхиальной астмой, а также наблюдается эзенхилия в крови или в мокроте. Пациентам, которые имеют анамнез обострения и содержание эзенофилов в крови более 2%, можно рекомендовать двойную комбинацию терапию, включающую в себя инфляционные глюкокортикостероиды и длительно действующие β2 агонисты, что способствует значительному снижению частоты обострения в течение года. Кроме того, в последних российских рекомендациях в поле и очевидении хронической обструктивной болезни лёгких рассматривается вопрос о возможности отмены инфляционных глюкокортикостероидов при хронической обструктивной болезни лёгких у пациентов, которым инфляционные глюкокортикостероиды были назначены без показаний. То есть пациенты, у которых отсутствует комбинация хоба и астмы, отсутствует эзенофиле в крови и мокроте. Следующим этапом терапии пациентов с хронической обструктивной болезни лёгких является комбинация трёх препаратов. Это два длительно действующих бронходилататора в комбинации с инфляционными глюкокортикостероидами. При повторных обострениях на коме проведения тройной терапии, то есть с учётом двух бронходилататоров инфляционных глюкокортикостероидов, рекомендуется проводить уточнение фенотипа и назначать фенотип-специфическую терапию. Обострение хоба – это ухудшение в состоянии больного в течение двух и более последовательных дней, которое возникает остро и сопровождается усилением кашля, увеличением объёма отделяемой мокроты и или изменением её цвета, появлением или нарастанием одышки. Также классическим симптомом обострения хронической отструктивной болезни лёгких является повышение температуры тела. Лечение хронической отструктивной болезни лёгких предполагает назначение антибактериальной терапии. При этом разработаны специальные стандарты по назначению антибактериальной терапии пациентам с ХОБО. У пациентов слабо легкого, средне-тяжелого течения, без факторов риска. К факторам риска относятся возраст старше 65 лет, наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, наличие частых обострений за предшествующий год. В данном случае, если у пациента нет факторов риска и объем форсированного выдоха в первую секунду составляет более 50%, антибактериальная терапия включает в себя назначение амоксицелина, цифлосфорина второй-третьей генерации и назначение новых макролизов. Хроническая обструктивная болезнь легкого, средне-тяжелого течения при наличии факторов риска предполагает антибактериальную терапию в виде комбинации амоксицелина с клавулановой кислотой. Обострение хронической обструктивной болезни легких тяжелого течения требует назначения респираторных струкхинамонов. При хобол крайне-тяжелого течения назначаются антимикробные препараты с анти-симимнойной активностью. Показанием госпитализации пациентов при обострении хронической обструктивной болезни легких является выраженное нарастание симптомов, например, развитие одышки в покое, тяжелый хобол до обострения, появление новых симптомов, отсутствие эффекта однозначного лечения обострения, тяжелые сопутствующие заболевания, появление аритмии, неуверенность в диагнозе, пожилой возраст и отсутствие адекватного ухода на дому. Таким образом, мы с вами рассмотрели вопросы диагностики и основные принципы терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Спасибо за внимание.